У сотрудников водной полиции и ГИМС в прямом и переносном смысле настала жаркая пора. На территории городского округа Мытища расположено шесть водохранилищ. Пироговская – одно из самых популярных у любителей пляжного отдыха. Именно сюда, в солнечную погоду, устремляются не только мытищенцы, но и жители столицы, а также соседних муниципалитетов. Вот и эта компания с детьми решилась на водную прогулку в выходной день, но, похоже, допустила ошибку. Доказать, что водитель этого катера осуществляет незаконные коммерческие перевозки будет сложно. А вот отсутствие необходимых документов на плавсредства очевидно, и это серьезное нарушение. При прохождении технического осуществления судоводитель предъявляет наличие норм положенности, такие как спасательные жилеты, свисток, сигнальные огни – все необходимое для безопасного нахождения на воде. В частности, данный гражданин говорит о том, что своим отсутствием технического осуществления, о том, что находиться на его маломерном судне небезопасно. Действия этого молодого человека попадают под одну из статей административного кодекса. Ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Но страшнее, что во время такой прогулки вероятность происшествия с печальным исходом в разы увеличивается, как и при купании в непредназначенных для этого зонах. Это является наглядным примером отдыха людей на воде в зоне, которая не является безопасной и не соответствует всем нормам и правилам нахождения людей вблизи водоема. И, соответственно, в случае возникновения какой-то критической внештатной ситуации прийти на помощь оперативно и быстро, лицу которому это необходимо, никто не сможет. Только через сообщение в службу 112. Между тем, плавать в зоне, не огороженной буями, рискованно. Можно попасть под маломерное судно или гидроцикл. А надо заметить, на Пироговском водохранилище движение в эти дни весьма интенсивное. Заходить в воду с этого пляжа, расположенного возле деревни Пирогова, ещё опасно и потому, что рядом находится плотина. Купальщик может не справиться с течением, если окажется близко от гидросооружения и погибнуть. Плюс возможные проблемы с сердцем, тепловой или солнечной удары. Решайте сами, стоит ли игра свеч. А это пример санкционированного пляжа. Есть буи, зона для детского купания, спасатель на вышке. И у него поднят жёлтый флаг. Значит, купание разрешено. На территории городского округа Мытищи десятки оборудованных пляжей, в том числе два муниципальных, в деревнях Новоалександрово и Новосельцево. Параллельно ведётся работа по выявлению и закрытию несанкционированных зон отдыха. Но даже табличка «Купание запрещено» не панацея от несчастных случаев. Уже этим летом в мытищинских водоёмах утонули 4 человека. Алкоголь, необдуманные поступки сделали своё нехорошее дело. Впереди ещё много тёплых солнечных дней. Мытищинцы устремлятся на пляже, будут отдыхать на воде. Берегите себя, не забывайте о правилах безопасности. Ну а сотрудники ГИМС и полиции будут делать всё, что в их силах, чтобы отдых ваш был безопасным.